Колесников, знание сжато. Расскажу о книге «Фирма. История МакКинзи и ее тайное влияние на американский бизнес». Автор – Даг МакДональд. Компания МакКинзи сделала больше для формирования американского бизнеса и влияния на мировую торговлю, чем, возможно, любая другая. От горских консультантов в 1920-х годах до более 10 тысяч на рубеже XXI века. МакКинзи – это история неоспоримого успеха. Однако за успехом скрываются секреты, включая катастрофические неудачи, мошенничества и даже тюремные заключения для ее лидера. Уравновешенный, проницательный рассказ о выдающихся достижениях и впечатляющих неудачах МакКинзи читается как триллер. Поэтому рекомендую этот такой вековой рассказ об амбициях и высокомерии. МакКинзи остается загадкой, окутанной мистикой и секретностью. Если вам нужно, чтобы вашу компанию воспринимали все ревез, говорят, нанимайте специалистов из МакКинзи. Ее консультанты запустили волну финансовых и технических изменений в лучших организациях США. Они изменили властные структуры в Белом доме и революционировали бизнес-школы. Они, по сути, задали курс развития капитализма в 21 веке. Три причины познакомиться с обзором. Узнать об истории и развитии закрытой могущественной фирмы МакКинзи, которая работает с мировыми корпорациями и главами правительства. Второе. Узнать, что продает МакКинзи, на чем держится ее успех и каковы ее истинные активы. И подчеркнуть идеи корпоративной этики и матричной структуры компании МакКинзи, благодаря чему она избегает ловушек авторитарного управления уже более 90 лет. МакКинзи активно сотрудничает с Белым домом и тесно взаимодействует с Даунинг-стрит. Участвует в принятии многих решений на высшем уровне. Она проводит массовую реорганизацию бизнеса в Европе после Второй мировой войны, помогла изобрести штрих-код, коренным образом преобразовала систему обучения в бизнес-школах и принесла идею бюджетирования в систему управления. Консультанты МакКинзи помогли создать и развить модели корпоративного поведения, а также технологии менеджмента, которые сформировали современный деловой мир. Путь фирмы стал одним из самых громких историй успеха в бизнесе. Лучшее доказательство компетенции МакКинзи – это история самой фирмы. Она всегда следует рекомендациям, которые дает своим клиентам, что помогает ей достичь огромной влиятельности. Нельзя не отметить и грандиозные неудачи, которые потерпели некоторые компании клиента МакКинзи. Например, банкронство General Motors и Enron, развал авиакомпании Swiss Air. Ни один и десяток корпораций, как в свое время Би-Би-Эс, заплатили огромные гонорары за консультанции, провели масштабные сокращения штатов и структурные реализации. Однако это не только не помогло не вырваться в лидеры, но даже подтолкнуло некоторых из них к полному краху. Между тем, консультантов редко винят за плохие рекомендации, по крайней мере публично. В чем заключается работа консультантов МакКинзи? Они специалисты по менеджменту, инициаторы корпоративных изменений. Они создали одну из самых гибких бизнес-моделей в истории капитализма. Продают то, что клиенты покупают и там, где покупают. Они бизнесмены для бизнесменов, всегда остающиеся в тени. Методы МакКинзи зачастую сравнивают с методами иезуитов, морских пехотинцев, католической церкви. Для окружающих они фирма, оказывающая консультационные услуги в области стратегического управления. Для самих же себя они просто фирма. Как именно МакКинзи достигла такого положения, и каким образом ей удается столько лет не сдавать лидирующие позиции? Джеймс МакКинзи, профессор бухгалтерского учета в университете Чикаго, ранее получивший университетские степени по педагогике, юриспруденции, философии, решил, что знает, как помочь клиентам преодолеть сложности, возникшие в их бизнесе. И в 1926 году открыл свою фирму. К этому времени возник массовый рынок потребления. У компании появился континентальный международный размах. Это породило проблему, как продолжать расти, одновременно сохраняя контроль над бизнесом. Настало время выйти на сцену новому участнику экономических отношений, в дополнение к капиталу и работнику, профессиональному управленцу. Не являясь собственником бизнеса, менеджер ощущал необходимость постоянно демонстрировать успехи и достижения вверенному ему предприятию. Ему приходилось одновременно разрабатывать и опробировать методики по управлению быстро растущими организациями, а также искать пути повышения их эффективности, чтобы успешно бороться с конкурентами. Это отнимало слишком много сил и времени, приводило к многочисленным промахам и ошибкам. Тогда на помощь пришли консультанты. Джеймс МакКинзи впервые сделал бугарский учет инструментом стратегического управления. Он начал использовать его для прогнозирования развития бизнеса. Идея планирования и принятия решений на основе регулярного анализа данных в то время была в новинку. МакКинзи первым предложил системный взгляд на компанию как единый организм. Стали оцениваться состояние финансовой системы и орг структуры, положение на рынке в сравнении с конкурентами, эффективность системы управления, внешние факторы, которые могут влиять на развитие бизнеса. МакКинзи сумел собрать вокруг себя профессионалов, подстать себе. Фирма начала активно развиваться и даже в годы Великой Депрессии, 29-39, не смогли помешать ее росту. Уже тогда значительная часть клиентского портфеля МакКинзи стали составлять крупные банки. Джеймс МакКинзи покинул фирму в 1935 году, чтобы возглавить крупнейшую сеть универсальных магазинов и провести там необходимые изменения. Им двигалось желание сделать что-то самому, а не только рекомендовать другим, что нужно изменить. В дальнейшем многие консультанты будут уходить из профессии по той же причине. В голове МакКинзи встал человек, оказавший на ее дальнейшее развитие едва ли не большее влияние, чем основатель компании. Это был Марвин Бауэр. Именно Бауэра по праву считают творцом фирмы. Бауэр создал регламенты язык и правила поведения. Целый культурный кодекс консультанта по стратегическому управлению. Марвин Бауэл сконструировал образ консультанта МакКинзи, уверенного в себе рассудительного, надежного профессионала, готового поступиться деньгами и личными интересами для блага клиента и во имя просветания фирмы. Помимо этого, кредо консультанта – это умение хранить конфиденциальную информацию и занимать объективную позицию по отношению к клиенту. МакКинзи никогда не выходил на авансцену, отказывались комментировать свою работу и раскрывать имена клиента. Тот же условий выдвигались и для самих клиентов. Культивирование командного духа МакКинзи распространилось и на процесс зарабатывания и распределения гонораров. Все деньги фирмы объединены в общем пуле, независимо от того, какой офис их заработал. Это подстегивает предпринимательский дух и готовность рисковать на местах. Помогает равномерно распределять финансовые риски, связанные с открытием новых офисов, и стимулирует консультантов работать в разных офисах. Политика единой фирмы показывает потенциальным клиентам, что они будут иметь доступ к ресурсам фирмы по всему миру. Бауэр начал формировать новый язык. У консультантов есть определенная роль на проекте. В компании существуют практики и члены фирмы, а не бизнес-подразделения и сотрудники. МакКинзи заключает соглашение, проводит встречи, развивает отношения с клиентами. У нее миссия и ценность. Бауэр посвятил много времени определению того, что именно помогает консультанту быть успешным. Умение нравиться людям, излучать уверенность, следовать строгим требованиям дресс-кода, темный костюм, длинные носки, шляпа, подчеркивающий принадлежность к элитарной касте. В 40-е годы МакКинзи помогала американской промышленности переориентироваться на выпуск военной продукции. Бауэр много ездил по стране с выступлениями, чтобы иметь возможность продавать масштабные концепции крупным клиентам. Фирма продолжала развивать идею Джеймса МакКинзи о необходимости работать как эксклюзивный частный клуб, занимаясь только самыми престижными клиентами и превращая их проблемы в свою прибыль. Продолжая начинание МакКинзи, фирма соглашалась работать только с СЕО и президентами компании. И это стало ее отличительной особенностью. Все, что не входит в сферу ответственности высшего менеджмента, не представляет интереса и для консультантов. МакКинзи не дает узкоспециализированных рекомендаций, она предоставляет общую концепцию. А внедрением изменений и внедрением пусть занимаются уже другие. В послевоенные годы стали востребованы услуги по реструктуризации и организационным изменениям. Американский бизнес начал активно интересоваться европейскими рынками. Опыта управления глобальными компаниями еще просто не существовало. И консультанты МакКинзи оказались первыми исследователями формирующегося нового социального организма международной корпорации. В 50-е годы началось многолетнее сотрудничество МакКинзи с Белым Домом. Президент Эйзенхауэр пригласил фирму для проведения внутренней реорганизации. Консультанты начали работать с большинством федеральных агентств, НАСА, а также давали рекомендации по вопросам национальной безопасности. Взаимодействие с государственными организациями дало МакКинзи возможность привлекать различные компании в качестве подрядчиков, которые в свою очередь нанимали фирму для помощи в их работе на государстве. В 59-м году фирма открыла в Лондоне свой первый зарубежный офис. Фирма начала набор сотрудников среди выпускников, окончивших с отличием Кембридж и Оксфорд. К 60-м годам сформировалась еще одна отличительная черта МакКинзи. Фирма сделала ставку на молодых, набирая консультантов и самых успешных выпускников лучших бизнес-школ Америки, а потом и Европы. Более энергичные, жадные дознания и успеха, быстро адаптирующиеся, легко усваивающие ценность фирмы, молодые сотрудники оказались еще и более дешевыми по сравнению с опытными и зрелыми. МакКинзи внесла свой вклад в развитие персонала. Нанимая молодежь, она представляет клиентам возможность оплачивать обучение своих сотрудников в процессе работы. Кроме того, получил в дальнейшее развитие системный подход Бауэра профессиональной подготовки сотрудников. Едва ли еще какая компания может предложить столь глубоко проработанную программу тренингов для каждого этапа карьеры сотрудника, будь он руководителем проектов или секретарем. Консультанты идентифицируют и тщательно анализируют проблемы клиента, перечисляют возможные пути их решения, представляют их клиенту в структурированном виде и помогают выбрать план действий. По такой схеме со временем стала строиться система обучения в бизнес-школах Америки и всего мира, основных поставщиков, сотрудников МакКинзи и других ведущих консалтинговых фирм. Действующие в МакКинзи по сей день системы увольнения при отсутствии профессионального роста, расти или уходи, приводят к тому, что только один из шести консультантов остается в фирме на 5 и более лет. Как минимум раз в год каждый консультант проходит аттестацию, во время которой у десятков его коллег и клиентов собирают обратную связь по поводу его способностей в области анализа данных, их презентации, навыков работы в команде или лидерского потенциала, умение выстраивать отношения, а также относительно прочих качеств и навыков. Учитывая объемы сменяемости сотрудников, уход из МакКинзи не становится позорным пятном на профессиональную репутацию. Напротив, одной из первых фирма начала активно поддерживать и развивать отношения со своими бывшими сотрудниками, устраивая для них регулярные информационные рассылки, встречи, культурные мероприятия. И у всего, что бы не делала фирма, есть своя стратегическая цель. И в данном случае она очевидна. Покинув МакКинзи, большинство ее выпускников занимают руководящие посты ведущих в корпорациях мира и становятся клиентами фирмы. На протяжении десятилетий МакКинзи остается самой эффективной компанией в мире по производству генеральных директоров и SEO. К началу 70-х МакКинзи полностью перевернула представление о консалтинге. Теперь к консультантам обращались успешные бизнесы, находящиеся в стадии роста, подумывающие о выходе на новые рынки, желающие превзойти или поглотить своих конкурентов. Фирма начала работать с таким количеством клиентов, что у тех возникло опасение о возможных конфликтах интереса. Если некоторые конкуренты МакКинзи принимали решение работать только с одним клиентом в определенной сфере, то фирма пришла к противоположному выводу. Чтобы по-настоящему понимать отрасль, необходимо обслуживать максимальное количество ее игроков. Когда некоторые клиенты стали требовать эксклюзивных прав, фирма им неизменно отказывала. МакКинзи стала элитным брендом, и ее представители не должны ничего объяснять или в чем-то оправдывать. Это же относится и к астрономическим размерам гонораров. Либо вы соглашаетесь их оплачивать, либо МакКинзи с вами не работает. Фирма не торгуется. В 1967 году Мартин Бауэр принял решение уйти в отставку. К этому времени он создал глобальную империю, которая воплотила в себя триумфальное развитие американского бизнеса с середины 20 века. И равное, которое мир еще не видел. Однако, как и всем империям, ей вскоре пришлось столкнуться с большими сложностями. Когда в 70-е годы экономическая ситуация в корне изменилась. Война во Вьетнаме, нефтяной эмбарго, рост инфляции, рецессия в Штатах привели к промышленному спаду. Закончилась эпоха менеджеров, и начиналось время более жестких, напористых акционеров и финансистов. МакКинзи оказалась не готова к тяжелым временам. Бауэр считал, что задача фирмы – обслуживание клиентов, а финансы позаботятся о себе сами. Поэтому в компании практически отсутствовали контроли и планирование средств. Так, открытие новых офисов по всему миру и сокращение заказов от клиентов, вынужденных начать экономить, истощили счета фирмы. Новых клиентов практически не было. Компания оказалась заложником своего прошлого успеха. Удачно приорганизовав бизнес во всей Европе. МакКинзи не пошла по пути увольнения, но серьезно повысила требования к своим консультантам. Это сократило количество продвижений по служебной лестнице, и в системе «расти или уходи» автоматически привело к сокращению штата. Несмотря на непростую ситуацию, фирма осталась верна принципам Бауэра. Отказалась от проектов, которые не могли привнести ценности бизнесу клиентов, или если не было уверенности, что клиент успешно реализует рекомендации на практике. Кроме того, в это время у МакКинзи стали появляться молодые активные конкуренты – The Boston Consulting Group, Bain & Company и другие. Некоторые клиенты решили, что во время экономической нестабильности долгосрочное планирование МакКинзи утратило свою актуальность. Понадобилась принципиально новая идея, а не тщательный анализ данных и проработки гипотез. Стали востребованы консультанты с отраслевой и функциональной специализацией. МакКинзи сумела отреагировать на изменения в запросах клиентов и начала набор и подготовку соответствующих экспертов. Фирма также своевременно учла смещение акцентов на визуализацию материалов, предоставляемых клиентам, и на смену многостраничных меморандумов вследствие юридического прошлого Бауэра, пришли презентации с наглядными графиками и схемами. Еще одно неоспоримое преимущество помогло МакКинзи выстоять сложные времена. Ни одна другая консалтинговая фирма не может выставить клиентов столь прочные и долгосрочные отношения, позволяющие из года в год выполнять один проект за другим. Большинство проектов начинаются с того, что консультанты уточняют, что именно руководитель компании, клиента ожидает от предстоящей работы. Они регулярно встречаются в течение всего проекта, представляя промежуточный результат. По завершении работ озвучивается список имеющихся и возможных проблем бизнеса, над которыми консультанты могут попробовать поработать в дальнейшем. Встречи с бывшими нынешними и потенциальными клиентами, обсуждение ситуации в отрасли и вариантов ее развития, которые могут потребовать вмешательства консультантов, это значительная часть работы партнеров фирмы. Во времена стагнации экономики и роста конкуренции McKinsey сконцентрировала усилия на развитии знаний. Начались масштабные работы по созданию базы данных о всех клиентах и проектах, включая контакты специалистов в различных отраслях экономики и бизнеса. Фирма осознала необходимость делиться информацией с обществом, что стало и своевременным маркетинговым ходом, и стало поощрять написание консультантами книг и статей. В это же время было запущено издание собственного вестника McKinsey Коттерли. Хотя при подборе персонала все так же больше всего ценятся аналитические, а не творческие или предпринимательские способности, в фирме возник спрос и на молодых инженеров, юристов, медиков. Степень участия в создании системы знаний, развития и обучения младших сотрудников стали поощряться и учитываться при аттестации. Коллективный интеллект McKinsey произвел впечатление на рынок. Все хотели общаться и работать с глобальной матричной организацией, основанной на знаниях. Масштаб компании и объем, накопленный ее знаний, представлял клиентам возможность получать сведения о передовых методиках в международной практике любой сферы бизнеса. В 80-е годы авторитет McKinsey достиг таких высот, что компании стали нанимать ее, чтобы продемонстрировать окружающим серьезность своих намерений. Задача любого SEO не брать на себя слишком большую ответственность, доказать свою значимость и сохранить свой пост в атмосфере, где каждый подчиненный норовит занять твое кресло. Поэтому дальновидные генеральные директора нанимают дорогих консультантов, на которых можно опереться при принятии непопулярных решений, таких как сокращение расходов. Нанимая McKinsey, бизнес посылает сигнал. Мы знаем, что у нас проблемы, и мы намерены ее решить. Для этого мы наняли самых дорогих консультантов. Подождите немного, и вы увидите. Трансформация из обычных консультантов в советников, накапливающих знания и делящихся ими с клиентами, помогла McKinsey в 90-е годы. Осознать, насколько кардинально высокие технологии начали менять деловой мир. В то время многократно выросли IT-бюджеты, финансовые корпорации, возросли инвестиции в телекоммуникации, фармацевтики. Начался грандиозный рост бизнесов, связанных с интернетом. Фирма открыла Business Technologies Office, занявшийся разработкой рекомендаций в сфере IT-менеджмента, который уже к 2011-му стал больше, чем офисов США и Германии. Оставив далеко за бортов своих конкурентов в этой сфере. Тогда же McKinsey занялась развитием собственного бренда, распространяя информацию о своих достижениях в области знаний. В 1990 году был создан McKinsey Global Institute, независимая исследовательская организация, которая анализирует важные экономические вопросы и публикует результаты своих изысканий. Это придало фирме дополнительный академический флёр, отсутствующий у конкурентов. В 2001 году McKinsey становится по-настоящему глобальной корпорацией с 81 офисом, 70 700 консультантами и доходов в 3,5 миллиарда долларов. Достигнув такого размера, McKinsey, тем не менее, остаётся верна принципам отсутствия жёсткого централизованного управления. Таланты не любят, когда ими руководят. Мало нанять самых способных, их необходимо удержать. Поэтому фирма должна доверять своим сотрудникам и давать достаточную степень независимости, а не осложнять им жизнь чрезмерным вмешательством во внутренние дела. При том, что стратегические консультанты зачастую ведут себя как примадонны, у которых есть собственное мнение по любому вопросу, впечатляет уровень дисциплины внутри фирмы. Если в одном кабинете соберутся 10 консультантов из разных стран, то уже в течение пяти минут они распределяют задачи и начнут работать как единая команда. Вместе с тем у бурного роста вскоре появилась и обратная сторона. Снизилось качество нанимаемых консультантов. Фирма стала менее придирчива в выборе клиентов. 2000-е годы ознаменовались серьёзными ударами по репутации McKinsey. Банкротство Аэнрон и связанное с этим финансовой махинацией, неудачное слияние Credit Suisse, First Boston, принёсшие швейцарскому банку колоссальные убытки, поглощение компакта гигантом Hewlett-Parket, поставящие на колени высокотенологичную компанию, разорение авиакомпании Swiss Air. Всё это были многолетние клиенты фирмы. Как всегда, McKinsey утверждала, что только даёт клиентам рекомендации и не несёт ответственности за то, каким образом клиенты их реализовывают или пренебрегают ими. Ведь с другими клиентами в тех же самых сферах бизнеса фирма сотрудничает весьма успешно. Примечательно, что столь громкие неудачи нисколько не уменьшили количество клиентов McKinsey. Напротив, многие решили, что McKinsey избавилась от таких неправильных сотрудников, извлекла уроки и повысила требовательность к себе. Последует период отрезвления и восстановления пошатнувшейся уверенности фирмы в себе. McKinsey обратилась к своим изначальным ценностям, сконцентрировав внимание на высоких профессиональных стандартах и инвестируя в знания и инновации. После того, как лопнул пузырь интернет-бизнеса в начале 2000-х и произошёл глобальный финансовый кризис 2008-го, снова настало время экспертов в области эффективности, которые смогут привести в порядок и отладить внутренний процесс. Снова время McKinsey. Фирма также возобновляет свою работу с государственным сектором во многих странах мира, начав поиск практических способов повышения эффективности крупных бюрократических организаций. Немножечко о будущем McKinsey. Одна из непростых задач, стоящих перед фирмой, найти для обсуждения с клиентом темы, о которых тот ещё не знает и которые были бы ему интересны. Ведь сейчас появилось такое количество консультантов и выпускников бизнес-школ, что получить рекомендации уровня McKinsey можно у других из-за несравнимо меньшей денег. В наши дни многие клиенты не слишком ценят долгосрочные отношения. Действительно, самый лояльный клиент утратит и доверие, и энтузиазм, если ему не помогают немедленно решить его проблемы, а углубляются в стратегический анализ и не берут на себя ответственность за последствия принятых решений. McKinsey участвовал во всех основных экономических процессах 20 века. Дерегуляция экономики, развитие рынков капитала, распространение новых технологий, глобализация. Она была незаменимым советником в индустриальную эпоху, особенно после Второй мировой войны, когда смогла предоставить новейшие инструменты управления менеджером по всему миру. Это помогло коренным образом преобразить весь корпоративный мир и правительство многих государств. В постиндустриальную эпоху фирма стала лучшим партнером SEO, работавших в отраслях экономики, которые столкнулись с самым стремительным изменением от финансов до фармацевтики и телекоммуникаций. Однако за последние 30 лет McKinsey не сделал ничего для лидеров инноваций, вроде Amazon, Microsoft или Google. В отличие от Кремниевой долины, она до сих пор не продемонстрировала сходного по значимости прорыва в способах ведения бизнеса. В глазах молодых фирма утрачивает динамичность и теряет для них свою привлекательность, как потенциальный работодатель. Самые способные хотят работать в ярких высоинтеллектуальных компаниях, а не глобальных корпорациях. В десятки лет McKinsey вкладывает в персонал больше средств, чем все ее конкуренты. Но в наши дни она рискует оказаться местом, где молодежь задерживается только за тем, чтобы набраться опыта, а постом строить более увлекательную карьеру в других местах. Тем не менее McKinsey остается привлекательной для огромного числа соискателей, талантливых, готовых к жесткой конкуренции, оспаривающей устоявшейся истины и обречалый авторитет. Самоорганизация и отсутствие чрезмерной централизации власти помогают фирме избежать ловушек, в которые попадают компании с авторитарными моделями управления. Несмотря на размеры McKinsey, связи и контакты между ее сотрудниками остаются неизменно прочны. Этому способствует матричная структура фирмы с ее внутренним разделением по функциям, отраслям экономики и географическому положению офиса. Сегодня McKinsey заявляет, что готова решать самые сложные вопросы, стоящие перед мировым сообществом. Будущее покажет, насколько успешно фирма сможет преодолеть собственные внутренние проблемы. Ну и в заключение. McKinsey оказалась первой консалтинговой фирмой в мире, которая применила научный подход в менеджмент, решая задачи бизнеса методом выдвижения гипотез и анализа данных. Стала по-настоящему глобальной. Сделала ставку на молодых сотрудников. Сконцентрировалась на колоссальные усилия и средства на подборе, развитии и оценке персонала. Поддержка – золотой стандарт качества в своих офисах по всему миру. McKinsey сделала корпоративный мир более эффективным, рациональным и структурированным. Фирма сохранила способность концентрироваться на фактах и анализе. Нанимая McKinsey, руководитель компании знает, что будет платить огромный гонораре команде умных трудоспособных консультантов. Кроме того, он сможет воспользоваться связями фирмы, которые он обладает в корпоративном и политическом уровне. Для своих клиентов McKinsey всегда выступает в той роли, которая им необходима в каждом конкретном моменте. Помочь провести непопулярные решения, продемонстрировать конкурентам серьезность своих намерений. Именно поэтому фирма так много вкладывает в выстроение личных, долгосрочных отношений с клиентами. А эти усилия окупаются многократно. Одной из важных причин феноменального успеха фирмы на протяжении десятков лет является непоколебимая уверенность в себе ее сотрудников. Невозможно увидеть и измерить неосязаемый продукт McKinsey, так как он потребуется в моменте его производства. Поэтому в конечном счете главное – это произвести впечатление. Единственные активы McKinsey – это доверие ее клиентов, уверенность консультантов друг в друге и внутренней культуре, плюс вера в собственные силы. Еще одна составляющая успеха и авторитета McKinsey в том, что элита мирового бизнес-сообщества состоит из ее бывших консультантов и друзей фирмы. В современном мире нельзя недооценивать роль лидерства, способность извлечь и повести за собой, предварительно наметив направление движения. Такое умение всегда будет востребовано бизнесом. И это именно то, на протяжении уже почти 100 лет, блестяще делает непотопляемая McKinsey. Под видео вы найдете ссылку на данную электронную книгу. Меня зовут Андрей Колесников. Подписывайтесь на канал, поддерживайте канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok